Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, при и выше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 13 марта, среда первой седмицы Великого Поста. И сегодня за Великопостным богослужением, за вечерней, которая по обычаю Русско-Православной Церкви совершается в утренние часы, читается отрывок из ветхозаветных книг. В целом, в течение Великого Поста на будничных богослужениях, за исключением каких-то особенных дней, когда совершаются полиэлейные праздники, читаются только ветхозаветные книги. В частности, это книги «Бытие», книга пророка Исаии и книга «Притч Соломоновых». И сегодня мы акцентируем свое внимание на книге «Бытие». Глава первая, стихи с 24-го по 31-й, то есть до конца главы, и вторая глава, первые три стиха. Вот как звучит этот отрывок ветхозаветного чтения в русском синодальном переводе. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов и зверей земных породу их. И стало так. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. И владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому гаду, присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал. И вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо в Он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. И так, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами обращаем свой взор на ветхозаветное чтение, на описание творения мира. И в сегодняшнем чтении говорится о многих аспектах. Мы можем выделить несколько из них для того, чтобы воспринимать не линейное повествование, а более структурно. Что мы видим в сегодняшнем отрывке? Как мы можем его разбить для более четкого понимания? Прежде всего, это сотворение человека. Дальше мы читаем о завете между Богом и человеком, о первом завете. И потом мы читаем о благословении седьмого дня. В этом контексте очень интересно рассуждение святых отцов на тему того, что есть седьмой день, что значит его осветить, и каким образом Бог осветил его. Но давайте будем смотреть по порядку. Прежде всего, мы читаем о сотворении человека. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными. И говорится в 27 стихе, «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Не говорится, что по подобию. И блаженный диадох фатикийский, толкуя этот момент, говорит о том, что мы сотворены по образу Божию, а подобием Божьим мы должны стать в течение всей своей жизни, утверждаясь не в своей самости и гордости, а полагая центром своей жизни Бога. И, отрекаясь от самого себя, мы, наоборот, приобретаем себя самих истинных. И человеку дана возможность, когда он сотворен, ему дана возможность добровольно, по своей воле, исходя из чистой любви, прийти в совершенство своего бытия, в совершенство того замысла, который вкладывал в человека Бог, его создатель, его творец. И этот замысел — это образ и подобие Божие. Это не то подобие, которое является между лицами Святой Троицы, то есть это природное единство, но это уподоблению тех отношений любви, которые присутствуют между лицами Святой Троицы, и к этим отношениям любви присвокупляется и человек. Это и есть подобие Божие, до которого мы должны возрасти. Замысел такой, что мы должны стать подобием Божиим, сотворенный как его образ. И сейчас к этому нас призывает вся наша жизнь, и как раз-таки Великопостное время — это то поприще, которое мы проходим с тем, чтобы уподобиться Богу. Как говорит Господь наш Иисус Христос в Евангелии от Матфея, «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Далее мы читаем о том, что увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. «И был вечер, и было утро, день шестой». Это 31 стих, конец этой главы. В первой главе мы видим, что все, что сотворено, то есть это конец творения, потому что следующие слова будут о том, что Бог почил от всех дел своих. Все, что было сделано, было хорошо весьма. То есть это был идеальный мир, мир идеальной свободы. Тот мир, где нужно было еще правильно реализовать эту свободу. Но все, что было сотворено, было хорошо весьма. Кроме того, мы здесь читаем о завете между Богом и человеком. Это первый завет. Нужно помнить о том, что и нужно понимать, что история отношения человека и Бога – это прежде всего история заветов. Дальше мы видим, что сначала здесь будет завет Адама и Бога. Это 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог – плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуете над рыбами морскими», и так далее, и так далее. Человек – венец творения, и он владыка этого мира. Он был так замыслен. Но мы не знаем, каково было райское состояние, потому что мы живем уже после грехопадения. Мы не знаем, что было до него. И здесь говорится о первом завете. Завет, который длится ровно до того момента, когда человек приступает к заповеди Божию о невкушении с древа добра и зла. И таким образом происходит грехопадение людей. Это первый завет. Дальше будет завет Ноя, дальше будет завет Авраама и Бога, и завет на горе Синайской между народом Божиим. Посредником этого завета будет Моисей. То есть нужно понимать, что Ветхий Завет – это история не одного завета, а история череды, откровения Бога через заветы человечеству, через отношения сначала с отдельными людьми, а потом и с определенной общностью людей, с избранным народом, с Израилем. И самое интересное – это совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал. Здесь нужно сделать небольшую поправку. Он почил от всех тех дел, которые Он делал. Он творил этот мир. Это значит не то, что Бог самоустранился от участия в этом мире, но это значит, что ничего нового больше твориться не будет. Мир существует таким, каким он создан, и ничего нового Бог здесь делать уже не будет. И тогда легко объясняется фраза из Евангелия от Иоанна, где Христос говорит о том, что «Отец мой делает, и я до ныне делаю». То есть Бог участвует в этом жизни этого мира. Он его наполняет, и он не запределен тотально, но присутствует в этом мире своей благодатью. «И благословил Бог седьмой день». Он благословил предыдущие дни своими делами, а этот Он благословляет отдельно и осветил его, выделил его из череды. Осветить время в понимании Библии – это значит посвятить его для богослужения. Поэтому седьмой день освящен для богослужения. Дорогие братья и сестры, будем достойно проходить поприще Святой Великой Четыридесятницы, и вдохновляться и назидаться Священным Писанием, зная которое, мы можем вполне воспринять историю Заветов и актуализировать свое состояние как христианина в Новом Завете. Без понимания Ветхого не раскроется нам смысл нового. Итак, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова